Фонарик 1. Чарья Пат. Сборник наставлений буддийских монахов. Хумаю Наджат. Часть 1. Обнаружение манускрипта. Конечно же, вам с самого раннего детства известно название первой бенгальской книги, и все-таки я хочу еще раз повторить. Это была книга под названием Чарья Пат. Некоторые ученые утверждают, что она называлась как-то иначе. Одни говорят, что ее названием было Чарья-Чарья-Винищ-Чайо, другие Чарья-Чаа-Винищ-Чайо. Довольно странные и труднопроизносимые названия, не так ли? Но, как бы там ни было, сегодня мы используем именно это необыкновенно красивое и привычное для нашего слуха название Чарья-Пат. Оно как бы напрашивается само собой, по красоте далеко превосходя все остальные названия этой книги. Но об этой книге еще 66 лет назад никто ничего не знал. Все произошло в 1907 году. Известный ученый Моха-Моху-Патхьяй Хора-Прасат Шастре приехал в Непал. Там, в архивах Королевской библиотеки, ему удалось обнаружить несколько неизвестных науке манускриптов. Среди них находилась книга под названием Чарья-Пат. Кроме этой книги, ему удалось обнаружить еще две, которые назывались Дак-Эрнава, наставление Дака, и Дака-Коша, сокровищница песен. Примечание автора. Существует несколько трактовок слова Дак. Первое – имя собственное. Второе – Великий мистик. Третье – пастух. И четвертое – горшечник. Здесь заканчивается комментарий. Эти книги также вместе с Чарья-Патом находились в хранилище Королевской библиотеки Непала. Позже, в 1916 году, Хора-Прасат Шастре издал эти три книги в одном сборнике, который назывался «Сборник древних буддийских песнопений», написанных на старобенгальском языке тысячу лет назад. Эта книга, едва выйдя в свет, сразу же привлекла к себе внимание всего бенгальского народа. Из нее люди с огромным удивлением узнавали об истинных истоках своего родного бенгальского языка. Исследования проводились одно за другим. Бенгальцы утверждали, что эта книга написана на бенгальском языке, но потом эту книгу начали читать представители других народов. Как следствие, люди, говорящие на осамском языке, начали утверждать, что язык этой книги осамский. Жители штата Ариса говорили, что книга написана на урийском языке. Люди, говорящие на медхильском языке, утверждали, что язык этой книги медхильский. А люди, говорящие на хинде, в один голос заявляли, что книга эта написана на хинде. Удивительное дело! Тут в споры включились несколько великих бенгальских ученых. Доктор Сунити Кумарчо Топадхьёй, например, в своем обширном и довольно впечатляющем труде, написанном на английском языке и изданном под названием об истоках их происхождении бенгальского языка, неопровержимо доказал, что языком Чарепада является именно бенгальский язык. Ему на помощь сразу же поспешил доктор Мухаммед Шахи-дулах. И потом к ним с необыкновенной готовностью присоединились следующие ученые. Доктор Сукумара Сэн, доктор Прабодха Чондра Багучи и доктор Шошипхушон Дашгупта. Эти ученые, всесторонне исследовав язык, стилистику и содержание данной книги с абсолютной определенностью смогли заявить, что языком Чарепада является бенгальский язык и что, как следствие, эта книга может считаться первой книгой нашей литературы. Благодаря этой книге бенгальский язык засиял как великолепный светильник, направляя в нашу сторону свои ласковые и необыкновенно красивые лучи. И озаренные этим светом мы, весь бенгальский народ, уже тысячу лет, можем уверенно двигаться по освещенной тропе истории в свое прекрасное будущее. Да что тут говорить! Даже сейчас, в конце двадцатого столетия, мы, оглянувшись назад, сразу же можем ощутить на себе ласковое воздействие ее света. И свет этот никогда не угаснет, но, скорее, наоборот, все ярче и ярче будет сиять на протяжении многих сотен и сотен лет. Фонарик первый.